Всем привет! Сегодня посмотрим, какой новый сценарий судьбы готовит вам Вселенная. Ничего вы сегодня не ждёте, о чём не допускаете даже мысли. Новый сценарий вашей судьбы. Вселенная часто корректирует наши судьбы, перенаправляет нас на те или иные дороги. Недаром говорят, крутые виражи судьбы. Человек должен иногда пройти такой жизненный лабиринт, хлебнуть по полной программе, чтобы потом стать счастливее. Но вот как-то так происходит в нашей жизни. Кто в этом виноват? Может быть, наша человеческая природа неидеальная, может быть, такой жизненный путь. Но ответить на эти вопросы, конечно, сложно. Никто не знает ответов на них. Итак, новый сценарий судьбы. Вообще вероятность нового сценария судьбы, каких-то поворотов новых, новых событий. Вот какова она? Давайте посмотрим сразу же. Ну, во-первых, здесь, конечно, шестёрка кубков. Открытие новых дорог. Вероятность, ну, довольно-таки высока карта Луна. Высока вероятность, да, карта Маг. Правда, здесь масса сомнений каких-то. Вы человек нерешительный, да. Ну, не то, чтобы вы прям человек такой, знаете, какой-то закомплексованный, там, и боитесь что-то менять. Нет. Здесь не столько про страхи, сколько про ваше огромное желание стабильности в своей жизни. Может быть, вы желаете стабильности от того, что в жизни была дестабилизация долгое время, да, хочется вам тёплой ниши, хочется обрести дом, тепло, уют, какое-то своё пространство, где вам не надо было бы волноваться за завтрашний день. Вы устали от волнений, да, вот такая моральная усталость, может быть, проигрывается по Луне. Но перспектива у вас именно скорректировать что-то в своей жизни очень велика, карта Маг. Причём вы сами можете очень многое изменить. Карта Маг — это олицетворение человека, который является хозяином своей судьбы. А мы все хозяева своей судьбы. Да, наш путь предначертан ещё до нашего рождения, но мы всегда можем корректировать дорогу своей жизни. Вам очень многое дано. По карте Маг однозначно очень много дано. Таланты, способности, энергии, которые вы могли бы уже реализовать, но по разным причинам до сих пор не реализовали или не дореализовали что-то. То есть впереди у вас ещё есть шанс, ещё есть возможность стать счастливее, стать успешнее, в чём-то реализоваться. То есть пойдёт ваша жизнь по новому сценарию однозначно, но будет очень многое зависеть от вас тоже. Мы смотрим теперь непосредственно, каким будет новый сценарий вашей судьбы. Прежде всего вы откроете какую-то дверь. Знаете, когда карта выходит, вот эта, говорящая об открытой двери, я всегда предполагаю. Ну и потом, конечно, карты покажут, права я или нет, но вот опять же предположения высказываю. Скорее всего вы человек, который сам себе создаёт в жизни фундамент. Вот опереться вам не на кого. Родители по разным причинам вам не заложили фундамент, что не есть хорошо. Потому что начинать с нуля всегда сложно. Ты полжизни поднимаешься с колен. А жить когда? Жить остаётся, в общем-то, не так уж и много. То есть вы личность сильная, вы личность, которая закалена этой жизнью. Вы знаете ту жизнь, ну просто сполна, да, со всех её сторон, тёмных и светлых. И вы знаете, что такое победа. Вы знаете цену победам, успехам. Мы не всегда ценим то, что имеем или чего добиваемся. Вы человек, который ценит это. Есть люди, которые, знаете, просто одержимы адреналином или чем-то. Вот они летят вперёд, закрыв глаза, да, как бы не понимая вообще, куда они летят. Просто вот вслед за толпой, может быть, за социумом, да. За какими-то иллюзорными достижениями, успехами. Вот им надо во что бы то ни стало получить что-то, быть на высоте, иметь что-то. Но достигнув этого, они не удовлетворены тем, что имеют. Потому что становится понятно, что они не за тем бежали. Что они бежали за солнечным зайчиком, по сути, да. Здесь другая история. Здесь человек, который силой своей личности открывал двери. У вас столько преград было в жизни, столько разных ситуаций, столько закрытых дверей, да. Столько несправедливости вы пережили, прошли. Но перед вами закрытые двери. Это и отсутствие связи. Мы все знаем, да, что жизнь в России, она у нас вот такая. Нужен плат, нужны связи, нужны деньги. У вас ничего этого нет. У вас ничего этого нет. Даже если и было когда-то, вам это не помогало почему-то. Ну, видимо, вы человек, который не любит, чтобы за вас сказали словцо, да. Замолвили. Либо, будучи в этой ситуации, когда вот вы по чьему-то указанию, по какому-то протеже, да, вы получали возможность быть где-то на высоте, удерживаться, быть в определенном эксклюзивном, скажем так, социуме, то вас это не устроило. Скорее всего, у вас как падение оттуда идёт. Вот, падение оттуда. Вы потеряли что-то. Вас кто-то тащил наверх, а потом вы это потеряли. Потому что вам там некомфортно было. И в какой-то момент жизни вы пошли своей дорогой. А это сложно. То есть у вас больше не было того, кто замолвит за вас словечко. И вы начали стремиться открывать от двери в жизни самостоятельно, чего-то добиваться. И, конечно, испытали массу негатива. Да, вот как хлебнули массу негатива. Вы узнали этот мир без прикрас. Не показывает здесь борца в одиночестве, человек, который борется один с обстоятельствами. Две карты выходят. Ну, смотрите, сейчас уже вот трактой расклад, исходя из темы нашего расклада, новый сценарий, да, можно сказать, что сегодня вы человек, который имеет достаточно крепкую стабильность. Наверное, какие-то проблемные истории всё равно есть в вашей жизни, да, какие-то задачи неразрешённые так или иначе есть. Но у вас всё как-то стабильно. Как-то вы так при денежках, при положении. Вы реализовались в чём-то. Часть своего потенциала вы реализовали. Вот почему вы не смогли быть наверху? Почему вы так и не смогли принять правила игры того социума, который предлагал вам эти правила игры, да, предлагал принять вам тот сценарий жизни? Вы его отвергли. Отвергли почему? Потому что там не для души. Вы же императрица. У императрицы всё для души. У неё исходит от сердца. Источник её самореализации — это её личные желания. Я так хочу, да, мне так комфортно. Для императрицы всегда очень важен внутренний комфорт. Ей архиважно ощущать себя значимой личностью. Вам важно общаться с теми людьми, которые вам нравятся. Вам важно находиться в пространстве, где чистая энергия. Где есть люди, которыми не управляют какие-то материальные интересы, а есть что-то духовное. А там было некомфортно вам. И вы себе фактически создали тот мир, уже создали, ну, либо же стоите на пороге создания, у кого как проиграется. Создали, либо создадите тот мир, где вам будет хорошо, комфортно, где вас будет всё устраивать. Да, у вас был трудный жизненный период, но вы как-то вот так мобилизовались внутренне, да, королева Жезлов. Мощная внутренняя мобилизация. Вы себе сказали, я пойду вперёд, я достигну своей цели, будет так, как я хочу. И вы пошли вперёд. Вы ступили на этот сложный путь, где вас многие не понимали. Где кто-то вставлял вам палки в колёса, да. Вы понимали, что вот везде закрытые двери, преграды, закрытые двери, недовольство окружающих, зависть. Вот вы, как, знаете, идёте сквозь негатив вот этот, но идёте вперёд. Иногда приходилось ползти. Ну вот, отшельник, он же по-разному идёт. Потому что темно. Потому что ты не видишь дороги. Ты просто один или одна в этом пространстве. Тебе не за что зацепиться. У тебя нет фундамента в жизни. У тебя нет человека, который бы смог замолвить за тебя словечко, который бы смог тебе указать верный путь. Людей, возможно, вокруг вас было много достаточно. И сейчас много. Но такое ощущение, что души мертвые. Никто не может дать дельный совет. Вот так, чтобы это вам помогло реально. Чтобы слова человека дошли до вашего сердца. Такого нет. А вам это так важно. Ощущать поддержку духовную со стороны. Ощущать, что человек вас понимает. И что он не просто даёт какие-то мудрые советы, которые прописаны в умных книжках. А действительно хочет вашего подъёма в жизни. Такого не было. Вот как-то не встретился такой человек на вашем пути. И вы в одиночестве идёте. По этой дороге. И вы совершили или совершите очень скоро прорыв. Вы создадите, повторюсь, своё идеальное комфортное пространство. И вот вторая часть вашей жизни будет очень тесно связана с этим комфортным пространством. Ну, в сценарии вашей судьбы, что здесь будет происходить. Исполнение каких-то ваших давних желаний. Вы будете притворять одно желание за другим. У вас семь желаний каких-то есть сейчас. Семь желаний. Вот небольших, да, таких достаточно земных желаний. Это не что-то сверхъестественное. То есть семёрка кубков, она, с одной стороны, про чёткое видение и понимание того, чего хочется. С другой стороны, она говорит о тех возможностях, которые есть. То есть эти желания вполне реализуемы. Семь желаний, семь дорог. Семь каких-то аспектов жизни, которые вы очень хотите реализовать, но сейчас пауза не получается. Ну, отчасти не получается, потому что вы не видите как бы инструментов, которые бы помогли вам реализовать эти желания. Потому что сложно одному человеку вот как-то распылиться, да, и увидеть главное тогда, когда столько негатива. Увидеть главное, когда на тебе груз ответственности. Вы ведь создаёте своё пространство, но при этом вынуждены решать какие-то потусторонние задачи. Ну, то есть какие-то вот проблемы, которые вроде мелкого плана, но их столько одно за другим. То там что-то оборвалось, то там что-то не сложилось, там не пошло. Какая-то мелочь, но она очень досаждает вам. И вы понимаете, что не разрешив этих задач, вам не достичь тех желаний, которые вы себе загадали. Новый сценарий вашей судьбы ознаменуется каким-то мощным рывком, мощным движением вперёд. После паузы, после вот этой остановки, после вашего такого несколько подвешенного состояния, у вас будет реализация. Реализация ваших вот этих желаний. Ну, наверняка не сразу, конечно, да. Одно за другим. Как-то вы будете пытаться, значит, всё это воплощать в жизнь. Но перспектива того, что это всё реально станет новым сценарием вашей жизни, войдёт в ваше новое пространство, очень велика, конечно. Карта девятка кубков про исполнение желаний, про достижение самого-самого сокровенного, во что вы верите. А человек, который открывает в жизни двери самостоятельно, он, повторюсь, он знает цену успеху, он знает цену тем своим жертвам, которые приходится иногда приносить. И поэтому вот девятка кубков вам идёт как подарок небес, как сюрприз свыше, как достижение желаемого и удовлетворение тем, что имеешь. То есть будет время отдыха. Сейчас у вас время работы, время трудиться, время действовать, приближать успех, реализовывать свои желания. Но будет и время почивать на лаврах. Будет такое время. Новый сценарий вашей судьбы. Что здесь будет происходить? Вы знаете, вам больше никто ни указ, ни приказ. Вот как-то здесь так говорят. Вы человек, который, возможно, внутренне такой очень спокойный, неконфликтный, часто принимаете недостатки других людей спокойно. Но люди этим пользуются. Ваше окружение очень часто этим пользуется, либо в прошлом пользовалось. Ваше такое спокойное, адекватное отношение к недостаткам других людей, оно является тоже предметом зависти. У вас конфликт какой-то был с некой женщиной, с некой дамой. Причем вот инициатива этого конфликта принадлежит, скорее всего, ей, потому что мечевая королева. То есть она вас уколола этим мечом. И отсюда все пошло, поехало. Вот новый сценарий вашей судьбы, собственно говоря, выходит как бы на новый уровень. Здесь некая женщина, скорее всего, стала причиной ваших неудач. Как будто остановка произошла. Серьезная остановка. И женщина, как вам судьбу поломала, да? Давайте посмотрим, что она сделала. Как судьбу вам поломала. Мужчина, вмешательства в отношения гармоничные. Видите? Сломала вам судьбу. А у вас ведь мог быть брак. Очень счастливые отношения могли бы быть, но она сделала так, что у вас подвешенная какая-то ситуация образовалась. Вот она, карта повешенной. Здесь пятерка кубков. Это ваши страдания, слезы, боль душевная. И что? Посмотрим. Новый сценарий. Как будет скорректирован высшими силами. Как будет скорректирован дьявол задуматься. Ну вот смотрите, эта ситуация была вам дана, как некий кармический урок. Для того, чтобы вы немножечко подумали, а в том ли я направлении иду, а тот ли человек со мной рядом, а в том ли я в обществе нахожусь. Вообще, нужно ли мне дальше продолжать эту дорогу? Здесь вселенная в какой-то момент в вашей жизни подвела вас к обстоятельствам, когда надо было решать, когда уже откладывать было нельзя. То есть вы находились какое-то время в стабильном пространстве, вам там не было комфортно, но вы терпели. Вы себя приучили к мысли, что надо терпеть, надо радоваться тому, что есть. И вот так жили несколько лет, достаточно длительное время. Но потом получилось так, что женщина какая-то появилась в вашем пространстве, и она чётко, вот этот конфликт ваш, противостояние, столкновение интересов, чётко вам дало понять, что надо что-то решать. С ней невыносимо было общаться, работать, жить, у каждого своя ситуация. Но именно этот человек стал тем самым толчком для вас, для начала новой жизни, для построения себе нового пространства, более комфортного. Здесь Вселенная, знаете, как вот устала на вас смотреть, как вы мучаетесь в этом стабильном пространстве, как вы пытаетесь играть те роли, которые вам навязывают. Ну хватит терпеть, говорит Вселенная, делай шаг вперёд. Но поскольку вы сами никогда бы не решились сделать шаг вперёд, выйти из этого пространства, покинуть эту нишу, то Вселенная делала это за вас. Иногда посылаются нам вот такие люди, неблагополучные, сложные, конфликтные, для того, чтобы вытолкнуть нас на путь нашей удачи. Вот это и произошло. То есть эта женщина, она, да, враг для вас, с ней сложно всё возможно, но вам надо понимать, что именно она, да, то есть благодарить даже можно её вам по сути, что она показала вам своим вот этим отношением, таким жёстким, принципиальным, властным, показала, где ваша дорога. Цель врагов, которые присутствуют в нашем пространстве, очень часто именно вот такая, показать нам верную дорогу. Правда, мы позднее только понимаем это, да, но важно, что мы всё-таки приходим к такому пониманию. Итак, новый сценарий вашей судьбы. Что будет, чего не ждёте? Ну вот будет просвет вашей жизни, просвет просто по всем сферам жизни. Какие-то начинания энергичные, новые отношения, новая работа, новая деятельность, новые желания, всё по-новому, да, всё по-новому. Человек встретится по судьбе, однозначно. Партнёрский союз успешный, удачный, как шанс какой-то по солнцу, да. Шанс, как вы знаете, освещает вашу жизнь, меняет ваше пространство, меняет ваше убеждение. Вы вновь верите. Солнце, вера, такой внутренний огонь, да, который, огонь надежды, который греет сердце. Ну и поверховная жрица, это, конечно же, какая-то мудрость такая, да, женские энергии, мудрость. То есть, смотрите, новый сценарий жизни открывает у вас женское начало. Вы, может быть, привыкли быть по жизни такой, знаете, ну, уверенной такой, железной леди, потому что, ну, человек, который не имеет фундамента в жизни, он же обладает твёрдым характером, как правило, да, жизней выработало в нём вот этот характер. И вы забыли, что вы женщина, вы привыкли бороться. У вас очень много мужской энергии появилось за то время, пока вы добивались вот этого фундамента в своей жизни. А здесь воспоминается о том, что вы женщина. Так хорошо, тепло в этом состоянии, в этом пространстве, да. Итоговая карта для вас. Мощный прорыв вперёд. Видите, новый сценарий. Движение по новой дороге, это как неизбежность. Рыцарь Жезлов. Неизбежность. Вы просто погрузитесь головой в это новое пространство. Ну, это дорога исполнения желаний, дорога самореализации, дорога, где приятно, где хорошо, где комфортно, где безопасно, и где ты не одинока. Вот таков новый сценарий вашей судьбы. Надеюсь, что информация была вам полезна. И успокоила ваше сердце. А сегодня всё. Всех благодарю за просмотр. Всем пока!